Эксклюзиво 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 Всем привет Добро пожаловать в солнечный Лондон Меня зовут Лара Я рада всем новым подписчикам Рада, что вы подписались Если нет, то посмотрите Может быть вам понравится И подписывайтесь Добро пожаловать в мой ветреный влог Сегодня я была на мероприятии Посвящен девочке Это сила Women Unique Девочки были Очень красивые, очень интересные Очень успешные И они так заряжают своим успехом Это место Это и кафе, где можно попить, покушать Сделать маникюр А также шопинг Одежда, маникюр, еда Все, что нужно девочкам Я встречалась с девочками Которые здесь уже живут, работают И помогают найти ответ На интересующие вас вопросы Это сообщество Я оставлю ссылку внизу Оно работает в Лондоне Периодически у них бывают ивенты Где вы можете найти ответы На интересующие вас вопросы Потому что это считается обмен опытом И чем люди разносторонние С интересным опытом Тем это более полезно Потому что ты видишь сферы деятельности Как в IT, так и в билетерии Так и в бизнесе Вчера я была на потрясающем, красивом, восхитительном спектакле Дальше вы видите маленький эпизод Так как я сходила на Джиллиан Андерсон Этот маленький эпизод называется Джиллиан Андерсон Хочу, хочу Джиллиан Андерсон Я в театре Ноэль Гогвард Федор Я приехала на постановку О все о Еве И заплатила это самый дорогой Самый-самый дорогой билет В моей жизни в театр 60 фунтов Все ради Джиллиан Андерсон Чтобы увидеть ее вживую И сейчас покажу Что из себя представляют Места за 60 фунтов И чтобы вы понимали Это самые дешевые места Это опять балкон У этого спектакля есть лотерея Можно выиграть два билета за 50 фунтов Я не выиграла Я играла где-то может быть месяц Может быть два Удача мне не улыбнулась В итоге я плюнула и купила билет Почему купила? Потому что спектакль идет до 11 мая Спектакль закончился Все о Еве Это оказывается Ева была не Джиллиан Андерсон Это была молодая актриса Которая мечтала быть этой Джиллиан Андерсон То есть Марго Она ее подсидела Стала играть ее роль Мечтала быть не как она А быть ей Вот так и получилось Спектакль с юмором Потому что была Джиллиан Андерсон Она играла 50-летнюю актрису У нее был молодой любовник Которому 42 года Так что ничего страшного Если у вас есть молодой любовник Все спокойно И это самая ирония Когда она такая Мне пожалуйста Сухой мартини А моему любовнику Милкшейк И весь зал хохотал Это было очень смешно Еще Жутко То что Молодые актрисы Хотят быть Такие же популярные Известные Как Джиллиан Андерсон И Цена этому Очень Очень высока И не каждая актриса Это потянет И вот Показывает Что круг Замкнулся То есть все повторяется Вновь и вновь Когда уже молодая Ева Стала Популярной актрисой На место нее Пришла опять Новая такая же Поклонница И все повторяется Вновь и вновь Короче Это психологически Такой Жутковатый Ну мне очень понравился Шикарный Актерская игра Потрясающая Джиллиан Андерсон И пила И курила И материлась И Я удивляюсь Насколько они Достоверно даже Показали сцену С блевотой И вообще жутковато И самое главное Что этот спектакль Транслировался В кинотеатрах То есть его Транслируют в кино Так что вы можете Смотреть не только В театре А вот это Фургончики Как раз и Видите сколько кабеля Это весь кабель Все вот эти фургоны Как раз транслируют По миру В кинотеатрах И я знаю Даже в Ярославле Есть кинотеатры Которые показывают Спектакли Мировые Вы просто посмотрите Здесь охрана серьезная Я сейчас гуляю в районе Метро Рассел Сквер И вижу Вот это здание И мне кажется Что я гуляю Где-то по Москве Хотя я не жила В Москве Но мне вот Очень напоминает Это московская Постройку Вот этот дом Либо Москвичи Напишите мне в комментариях Может быть я Что-то тут придумываю Я не знаю Что это за здание Что там находится Но я вижу Фургончики С аппаратурой Для съемок Фильмов Телевидения Broadcasting Просто любопытство Распирают Потому что на самом-самом Верху Флаг радуги Это здание Оказалось Университет Лондон Сенат Хаус Лайбрари Это университет И библиотека Я не знаю Что тут делают С великами Но почему-то любят Угонять колеса Передние Задние Смотря как вы Прикрепляете За что я люблю Лондон За то что он Сочетает в себе Вот такие Красивые Старые здания Так это Видите самый популярный транспорт В Лондоне Но не об этом речь А вот смотрите Красивое Старинное здание Которое используется Как Книжный магазин И рядом Отлично вписывается Вот такой уже Современный дом Там тоже есть магазин Но если посмотреть Там вроде бы Жилой дом И вот смотрите Как это органично Новое здание Старое здание Две культуры Прекрасно себе Живут Новое Там вдали Отлично сочетается Вот с такими Старыми домами И вот прекрасно Вписывается церковь С небольшим садом Парком И Обратите внимание Около церкви Три будки Телефонные Красные Смотрите Никто ими не пользуется Потому что Никого нет уже Монет Чтобы звонить Никаких жетонов Нет Вот Обратите внимание На вот такие Наклейки Здесь Периодически Все равно Клеят фотографии Визитки Голых женщин Все почему Все потому что Раньше люди После работы Шли домой Видели такие Будки С объявлениями И могли сразу же Позвонить Из этих будок И договориться О будущей встрече С дамой Легкого поведения До сих пор Это клеится И я даже не понимаю Почему Ведь будками Никто не пользуется А как объявление О любви Продажной Клеится Потому что Вся эта проституция Она же перешла в онлайн А вот эти Наклейки Все равно Может быть это Дань памяти Память традиции Не знаю Как вы считаете У нас Начинается Весна Я не знаю Это вишня Или Что за плод Таких Построек Много Не таких Конечно Больших Не могу сказать Что британцы Очень религиозные Это Чапелла Это я неправильно Вам сказала Чапелл Смотрите Видите Остаются Такие штуки И Я думаю Вы уже догадались Для чего Это когда вы заходите внутрь Чтобы всю грязь с ног Оставить на улице То есть Вы должны Сделать Вот так Ну сейчас конечно У нас все застроено плитами Нету грязи Но Видите память остается Вот смотрите Этот коктейль Обычные здания Здесь скорее всего Может быть Все эти Корпуса колледжа Университета И все это Очень органично Знаете Почему это все органично Чапелл Здания Старые Новые У них Одна цветовая гамма Нету Никаких объявлений Рекламу Вывесок Все Вот знаете Как прянички И от этого Спокойно смотреть На такую раскраску Спасибо вам большое Что вы приняли Мой влог о кладбище Я честно скажу Я боялась это выпускать Потому что Вот в России Не принято говорить О смерти О кладбище Не принято говорить О деньгах Простите Даже о сексе И хочется Поднимать эти темы Хочется выходить Из каких-то рамок Общего осуждения И показывать Рассказывать Другую точку зрения И я очень рада Что большинство Из вас Написали в комментариях Что уж лучше Быть светлому парку На кладбище Чем какой-нибудь Помойке Или торговому центру И прочее И для меня Это очень важно Слушать вот этот Положительный фидбэк Пока я гуляю по парку Решила вам Рассказать Новости с полей Первая новость Принц Гарри И герцогиня Кембриджская Завели свой личный Инстаграм Это Запрещено По королевским стандартам Никакая публичная жизнь В социальных сетях Но для них Наверное сделали Исключение Ссылка на их аккаунт Будет в описании И этот Инстаграм аккаунт Побил Книгу Рекордов Гиннеса Потому что за несколько дней У них уже Подписчиков Несколько миллионов Лично мое мнение Я хотела Чтобы это была Более личная история А не фотографии С публичных мероприятий Ну это лично Мое мнение Следующая новость Диор в Лондоне Побил все Просто рекорды Выставок Видео об этой Выставке Будет в подсказках Билеты Раскуплены До июля Никак не попасть На эту выставку Без билетов Но Если оформить Членство В музее Как быть Членом Мембершип Это стоит Где-то около 80 фунтов В год Можно спокойно Свободно Бесплатно Ходить на эту выставку Если у вас есть друг Который является членом Этого музея Виктория и Альберта Вы можете пройти Вместе с ним Как плюс один Дерзайте Ван Гог в Лондоне Выставка будет проходить До 11 августа Я собираюсь на нее пойти Снять небольшой сюжет Я в предвкушении Кто-то говорит Что Ван Гог Это отец современного искусства Как вы относитесь к Ван Гогу? Погода в Лондоне Не очень радует Плюс 10 градусов Холодный ветра Дожди Наверное Мы этой погодой В середине апреля Платим за теплый февраль И теплый март Через неделю Будет уже плюс 20 Жду не дождусь Тема Брексита Я некомпетентно говорить Про Брексит Выход из ЕС До 31 октября Все никак не могут Написать сценарий выхода Законопроект Все подготавливают И откладывают В Лондоне все еще проходят Протесты против Брексита Очень смутная тема Наконец-то открылся Пейнтед Холл После двухлетней реконструкции На эту реконструкцию Мы потратили Восемь с половиной миллионов фунтов Красивый зал Обязательно будет выпуск Оттуда Зацвели сакуры В середине апреля Отправляемся в Гринвич Обязательно заснимем этот сюжет В Великобритании Уделяют особое внимание Психологическому здоровью И поэтому Принц Гарри И Опра Уинфри Снимут об этом Документальный фильм О психологическом здоровье 13 апреля То есть сегодня 13 апреля Проходит тотальный диктант Я прекрасно знаю, что у меня там Два с натяжкой И поэтому я не хожу на такие мероприятия Тони Робинс в Лондоне Середина апреля Он приехал со своей программой Три или четыре дня Самый дешевый билет 700 фунтов За эти четыре дня Это была небольшая Новостная программа Я надеюсь, она вам понравится И увидимся уже в следующем эпизоде Мой